Вторая половина текущей недели ознаменована выходом следующих макроэкономических данных. Так, ранним утром в четверг австралийское бюро статистики опубликует данные по безработице и занятости в феврале. Аналитики прогнозируют сохранение прежнего уровня безработицы и увеличение числа рабочих мест на 15 300. Напомним, что месяцем ранее уровень безработицы в Австралии подскочил с учетом сезонной коррекции до 6,4% с 6,1% ранее. Эксперты ждали менее выдающегося роста – до 6,2%. Кроме того, в январе австралийская экономика потеряла 12 200 рабочих мест, что оказалось значительно ниже прогнозов снижения на 5 000. Сокращение занятости стало следствием уменьшения количества рабочих мест, предполагающих занятость на полный рабочий день – как среди мужчин, так и среди женщин. Во второй половине дня в четверг выйдет отчет по розничной торговле в США. Как ожидается, данные за февраль покажут рост продаж на 0,5% в месячном выражении. В январе розничные продажи в США резко снизились в связи с падением цен на бензин и сокращением продаж автомобилей. Объем розничных продаж упал на 0,8% в январе против прогноза уменьшения на 0,5% и после снижения на 0,9% в декабре. Январское и декабрьское снижения служат тревожным сигналом, свидетельствующим о низких потребительских расходах в праздничный период и в начале 2015 года. Кроме того, в пятницу США выпустят статистику по февральской динамике цен производителей. Рынки прогнозируют рост на 0,2% относительно предыдущего месяца. В январе цены производителей США упали на 0,8% по сравнению с декабрем. Темпы падения оказались самыми значительными с конца 2009 года. По сравнению с январем 2014 года индекс цен не изменился. Экономисты ожидали снижения на 0,4% к декабрю и роста в годовом выражении на 0,3%. Основной причиной отрицательной динамики остается падение стоимости энергоносителей, однако цены падают не только в энергетическом секторе. Стоимость продуктов питания также упала, как и цены на услуги. Инфляция в США оставалась сдержанной в течение последних лет, даже до того, как начали падать мировые цены на нефть. Широкомасштабное и устойчивое падение потребительских цен может вызвать сокращение расходов и рабочих мест, что может сильно пошатнуть экономический рост. Также в эти дни выходят следующие отчеты. В четверг в США опубликуют число первичных обращений за пособием по безработице. В Великобритании с речью выступит глава Центрального банка Марк Карни. В пятницу в Канаде выйдет уровень безработицы и данные по занятости. В США Мичиганский университет опубликует индекс потребительского доверия. Это был календарь последних экономических событий, подготовленный для вас, команда Инстатв. До свидания.